Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить DLC, вместе с Джимми. И вот мы на автомобиле, на трофейном автомобиле, который мы захватили 8 гангстеров, которые хотели нас прибить. Вот и поедем мы с вами выполнять задание, ну такой вот чисто на расслабончик, угнать какую-то определенную машину. Вот мы едем вот к этой точке. Угон Беркли Кинг Фишер. Какая-то там такая вот машина, я вообще без понятия о чем это. Но надеюсь, что что-то там интересное будет происходить. Вот рядом с этой миссией есть еще другая, которая называется Самогонщик, которую мы тоже выполним. Миссий сегодня тоже будет немало. Я надеюсь, что они также будут интересны, как в прошлой части. Особенно последняя миссия в прошлой части, которая была очень классной, напряженной, адреналиновой. И нам досталась такая классная машина. Ну и самое главное, что нам досталась своя жизнь. Мы ее не потеряли и перебили при этом очень много людей противника. Так, ну при этом за нами гонятся полицейские. Они разыскивают нас. Машина не засветилась, по крайней мере, тоже хорошо. Так, вышибаем двери. Думаю, что они будут не против. Тут постоянно так ходят. Посмотрите асфортимент. Что нас тут интересует? Кожаная куртка, повседневный плащ. Рубашка. Ну давай купим рубашку. Вот, так-то попроще выглядит. Зачем тебе париться в плаще? Вроде и так тепло. Так, ладно. Садимся обратно в наш роскошнейший автомобиль. Я надеюсь, что мы его все-таки не разобьем. Эта машина и быстрая, и прочная, и стильная, и цвет гангсерский. Опять же, уважаю. Такие машины полицейские не должны просто так останавливать по понятным причинам. Так, вот. Слушай, Джимми, хочешь добрый совет? Обзаведись приличной тачкой. Я еще не видел, чтобы ты приехал не на ведре с гайками. Сам понимаешь, встречает падежки, но в наше время по машине. Кстати, костюм тебе прилично не повредит, но я то машиной занимаюсь. Короче, я знаю, где стоит неплохой Беркли Кингфишер. Хочешь, забирай его, и он твой. Как слишком просто все звучит. У меня и так хорошая машина. У меня такая машина, на которую тебе копить всю свою жизнь. Ну ладно. Посмотрим, что это за машиной. В любом случае, вот эту тачку нам пригонят. Лаки какой-то, который постоянно пригоняет наши машины. Ой, главное, чтобы капот не отлетел. То машина будет выглядеть не так круто. А чинить машину я не очень люблю. Но вот ради этой машины, все-таки, я думаю, что стоит заехать в автосервис. О, спасибо, дамочка. Неожиданно. Взяла и открыла мне ворота. Так, ну, примерно такую же машину нам уже дарили. Ну, что-то ничего свихрестественного я не вижу в ней. Хотя, ничего себе. Целых пять язычков надо поднимать, чтобы взломать. Солидно. Ну и суть по тому, что вот эта вот херовина на капоте, двигатель мощный. Отгоните машину в ваш квартире в Уолстербэй. И, собственно, все. Ну, понятно. Ну и это нам подарок, скажем так. Такая вот подарочная машина, ничего на себе, естественно, не представляет. Ну, быстрая. Да. Все. Вот, обычный такой вот стиль 50-х годов. Сочетаемый с мощнейшим двигателем. Ну, это, ну, не миссия. Это, это просто дань уважения нашей персоне. Мы все-таки работаем. Мы много добра делаем нашим работодателям. Они при этом с нами рассчитывают с копейками. Поэтому их, наверное, совесть подъело, скажем так. И они решили, ну, давай подарим ему еще одну машину. Вторую. Наверное, как он уже разбил, пока доехал. Давайте еще ему второй одинаковую такую же машину отдадим. Вот. Ну, ладно. Не важно. Ну, по крайней мере, машина действительно быстрая. На ней можно очень быстро по заданиям ездить. Красоваться, опять же, тоже. По крайней мере, мы не на ведре уже с гайками едем, правильно? Так что нам... А, да. Нам еще по трассе ехать. При этом это считается как задание. Потому что у нас вот циферблат есть, у нас рачи считаются. Хотя мы сами понимаем, что ничего уж тяжелого в помине нет. Так, а вот то, что нам придется опять ехать через целый город, чтобы взять миссию самогонщики. И это не очень меня радует. Вот эти вот уроды, которые перестраиваются, сам не пойми как. Тем самым разбиваемый он трофейный... Ну, не трофейный, но подарочная машина. Трофейный он там остался. Я надеюсь, что ее не угонят. А то он, может быть, вот этот самый мужик приметил, что мы на хорошей тачке приехали. И он, нифига себе. Откуда же он взял такую дорогущую машину? Эти машины принадлежат крутой муфлезной семье. Давай я ему дам бедро вот эту вот. А сам эту машину возьму себе. И куплю еще вот 10 вот таких, которые он нам подарил. Хотя, возможно, у каких-нибудь этих... бомбистов ее угнал. Потому что стиль-то их. Они такие машины любят. Так. Все, почти доехал. Не нравится мне то, что вот можно через весь город ездить. Хоть машины быстрые, но все равно это утомляет. Одно и то же. Пока ничего хорошего я в этом не вижу. Так. Где там переулок-то? Вот с этим мужиком нужно поаккуратнее быть, потому что он вооружен. Я больше чем уверен. Миссию выполнили. Ахахаха. Какая классная миссия. Аж спать хочется, пожалуйста. Лакей пригнал наше авто. И это прекрасно. Так, ну что. Обратно к самогонщикам. Как это грустно и уныло. Ладно. Я все-таки не буду вас мучить. И вырежу эти моменты поездочки. Потому что опять по тому же самому маршруту нам ехать. Ничего интересного. Естественно, не произойдет. Вот полицейские тоже к нам не привяжутся. Потому что мы на крутой тачке. При этом мы переоделись. Все. Мы чисты перед законом. Так что едем спокойно. И смотрим, что же это за такая миссия с самогонщиками. Ну что, я прикатил. Довольно быстро. Машина, конечно, не такая быстрая, как ту, что нам подарили. Но с тот, то гораздо круче. Прочнее. Серьезнее. Вот. Сейчас мы узнаем с вами, что нам сейчас предложат работодатели. Я надеюсь, что они хоть сколько-то заплатят. Ладно. Нас тут въехали. Тащу идиотики. Да ладно тебе. Понял. Да я же еле-еле дотронулся до твоей машины. Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело, а? Ты думаешь, простые люди ездят на таких машинах? Вот-вот. Молодец. Он понял, что не стоит этого делать. Что серьезный человек за рулем. И лучше поехать по своим делам. Так. Ладно. Сейчас припаркуемся где-нибудь. Нам парковаться можно где угодно. На такой-то машине. Пожалуйста. Так. Кинжал и подкова. Что бы это значило? Сейчас узнаем. Ирландские гадности рей всю жизнь околачиваются в пакостном баре по названию Зеленый Холл. Отличная возможность оставить Тему свою визитную карточку. Почему бы не зайти проведать ребят? Ну просто. Разгромите бар и перебейте всех ирландцев. Вот так вот все банально и просто. Ну по крайней мере звучит интересно. Уже в оригинальном сюжете мы перебивали ирландцев. Вот и я не прочь сделать это еще раз. Тем более бар находится за углом буквально. Вот. Главное чтобы не отстрелили в машине все ее достоинства. Потому что пока я ехал у меня диск отлетел от машины. Это не совсем хорошо. Ну ладно. Мы ее как-нибудь с вами подлатаем. Так. Возможность зайти есть здесь. Я вижу подсвеченную дверь. И по-моему можно зайти... Вот здесь. Правильно. Воспользуемся... Этой дверью. Так. Возьмем что-нибудь тяжеленькое. Если ты не хочешь проблем, убери оружие. Отлично. Продолжайте в этом же духе. Так. Нига. Ты безоружен? Или ты просто хочешь заставить меня врасплох? Так. Нига убегает сюда. Что за нахрен? Кто меня убил-то? Дерево простреливается? Какого? Ладно. Ничего страшного. Полицейские вот как раз вот не вовремя проезжают в него бара. Естественно они вступаются за гангстер. Такое ощущение, что они им платят. На 930-е годы они платили. И в это время тоже ничего толкового не изменилось. Ну ладно. Один фейл. Вот там видимо кто-то сныкался где-то. И палил мне прямо по лажбанчику. Печально. Ну ладно. Вот припаркую здесь. На всякий случай, мне кажется, все-таки нам нужно будет потом удирать. От полицейских. И лучше удирать вот прям сразу на своей машинке. Так. Перезарядим все оружие. Так. Так. Магнум. Вот. Ну я думаю, что вот тут самое то, это стрелять из ружья. Прямо двоих. А, вон откуда. Ничего себе. Офигеть. Ну вот, это как так вот, я вообще не понимаю. То есть, не просто тупо меня взяли, обошли. Ой. Ну ладно. Попытка номер три. Я не думал, что... Ну где они еще? Как вот? Ой, нехорошие. Я, конечно, хочу вырваться, но я не буду. Все-таки... Остаемся людьми. Хоть сколько-то культурными. Вне зависимости от того, что мы являемся наемным убийцей. И просто проливались в бар, чтобы всем начистить... ...лица с помощью тяжелого вооружения. Ну просто неимоверно. Они просто со всех сторон прут. Как тут можно пройти адекватно? Ладно, у меня есть план. Если они прут вообще отовсюду... Просто... Они специальные. Они знают, что мы зайдем через задний ход, а они там, прям за углом стоят, наверное, курят. Вот, а поэтому они просто обходят, пристреливают нас элементарным образом, потому что это тем более высокий уровень сложности. Тут убить очень-очень легко. Ну вот, а положить их всех сразу под ним зарядным дроби не всегда удается. Другое дело. Что вы думали, я с вами играться тут буду? Нет, все по-серьезному. Ну что, три отряда мы быстро перебили. Я, конечно же, не хотел опускаться вот до такого тяжелого оружия, все-таки слишком увлечает прохождение, но они не оставили мне выбора, они меня разозлили. И поэтому... Описание. Рост путавший. Среднее сложение. Угу. Именно такое описание. Ладно, ну что, на коп трачу драгоценные патроны. Будьте крайне осторожны, разрешаю открывать огонь. Ну что, уже неужели не всех перебили? Мне казалось, больше тут никого не осталось. Так, а ну-ка выходи. Бармен. Ты за них? Тебе фиолетово? Молодец. Ах, тебе не фиолетово, да? С какой-то волыней там. МП-40. Как-никак. Опустошить кассу? Замечательно. Сменить волну. У нас тут убийство! Объект вооружа! Остыньте. Че творят-то? Так. Ну ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Че творишь? Отлично начало. Стоп, мы должны, значит, по сюжету и этих перебить, да? Что значит, отличное начало, когда мы убиваем копов? Ну. Что ж, вы такие тупые? Ну, давай, давай. Покажи себя. Прояви себя. Украсть пиво, что ли? Че-то не хочется. Так, мы в розыске, но при этом полицейские успокоились. Они поняли, что не стоит на рожон кидаться на профессионального наемного убийцу. Это чревато тем, что вы проиграете и умрете. Ну ладно. Выбей дверь. Сортир. Так. Ну, я вообще-то что-то не очень понимаю. Мы же всех перебили тут. И что ж тут дальше делать? Всех-всех поебили. Безумие какое-то. Да что ж я-то плохо стреляю. Обалдеть, я по нему не попал. По колену. Куда ж ты прячешься-то, а? Ой-ой-ой. Как что-то все запутано. Такое ощущение, что есть еще. Либо подвал, либо второй этаж. Это больше похоже на какие-то серьезные разборки с полицейскими. Но никак не на зачистку бара ирландцев. Потому что мы уже зачистили. Ну, где их еще отбрать? Ну, конечно, нужно было повстречать еще одну полицейскую машину. Естественно, как же без этого? Но все равно я ни черта не понимаю, куда дальше идти. Ага, я понял. Тут нужно просто тупо разгромить все. Ну, так бы сразу и сказали. Убейте ирландцев. Ой, нет. Ну, давай, давай, давай. У меня время же течет. Молодец. Да, очень увлекательно. Прямо-таки. Ну, где? Кто стрелял? Зачем? До каких пор? У меня больше это вопрос интересует. До каких пор я буду все расстреливать? Позвонить кому-то? Да нет. Кому может позвонить одинокий наемный убийц? Который, словно самурай, скрывается от полицейских. Убивает их потом. Ай. Ну, и что ж тут еще это нужно? Ты че там шкеришься, а? Какая-то неопределенная миссия. Очень неопределенная. Странная. Долгая. Сколько еще тут нужно крушить, ломать, убивать полицейских, которые просто несчитанным количеством, несчитанным просто потоком несутся на нас. Умирают тупо. Да. Драйвел, конечно, для выживания, был бы. Но с учет того, что это не выживание, это как-то странно. Видимо, нужно все бутылочки убрать. Сейчас уберем. Какой из-за этого получится, неизвестно. Но это туповатно, согласитесь. Если у нас нам дали миссию убить ирландцев, мы просто пришли и убили ирландцев. Все. Но. Однако. Убили и не все. Если не я тебя убью, судья на стул отправит. Больше похоже на миссию. Продержись. Против полицейских как можно дольше. Я и так продержался уже очень долго против них. Должно это уже закончиться. Ну, скоро просто время у нас истечет и все. На этом. На этом миссии будет провалено. Тебе говорили тут. Молодец, молодец. Что молодец? Может, нужно этого не грубить? Он подозрительный может быть какого-то? Да нет, вроде бы. О-о-о-о-о-о-ой. Стулья сломать. Нет, тоже не надо ломать. Что ж тогда нужно тут еще ломать? Абсолютно не ясно. Да, пап разгромлен. Убегайте в безопасное место. С ума сойти. И как я до этого докатился, как я его разгромил, вообще не ясно. Абсолютно не ясно. Просто полицейские стреляли, в него. И все, миссия резко выполнилась. Вы можете себе такую представить? Идиотизм. Ежели честно совсем. Ну ладно. Крайне миссия выполнена. Хоть и так по-дурацки. Далее спасибо большое полицейским. Коих я перебил. Тут больше 50, наверное. Вот они мне помогли выполнить это задание. И целых 80 долларов за такой большой громаднейший риск мы получили. Зашибись нас ценят. Ладно. Нам нужно, видимо, переодеться еще раз. Потом поехать выполнить миссии столичным. Это мы сделаем. Надеюсь, что миссия будет не такая тупая, дубовая и непонятная, как предыдущая. Искренне на это надеюсь. И где моя машина вообще непонятная. Я ее бросил у бара. Но надеюсь, что нам ее подвезут. Что так машину переворачиваешь? Описание. Рост подавший. Среднее сложение. Так. Спасибо за машину. Она мне пригодится, чтобы... У вас много-то. Как же у вас много-то. Е-мое-мое. Ребята, вы так нельзя. Так, а там негде купить шляпу. А мне нужна шляпа. Я не могу без нее выполнять очень опасное получение по успеху еще какой-то семьи. Не поздравайтесь. Нет, нет, нет. Не убивайте. На зло вам выживу. Так, нет. Все-таки придется в другой магазин ехать. Потому что я тут не тормозу. Таксист. Извини. Ой. Блин, ну вот, ну... Ну как ты медленно все делаешь, а? Тормоз. Мы бы могли затащить в любом случае. Ну ладно. Крайне мере, мы были близки. Это очень такая драйвово-адреналиновая серия. Наверное, я назову ее сражение с полицейскими. Но они проиграют пока. Стоп, 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 стоп. Мне, конечно же, хотелось бы мою старую машину вернуть. Да что ж такое, да? Верну я ее под прицелом Томпсона. Надо сначала переодеться. Переодеться мы можем здесь. Вон моя машина. Я бегу к тебе. Так. Ну вот. Номер машины не засвечен. Стало быть, мы можем сейчас откровенно, безопасно добраться до магазина, переодеться, купить шляпу, пиджак, возможно. Или новую рубашку розовую, которая очень понравилась. не заметите, не заметите. Нет, 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 нет. Я чист. Я просто обычный, богатый, кашляр. там, отбой тревоги. Вышивка. Эй, смотри под ноги. Качество стоит каждого покачивания. Рубашка, рубашка, рубашка. Купить новую рубашку. Зеленую. Вот. Даже, скорее, она салатовая. Тоже, как это глупо смотрится. Ну ладно. По крайней мере, никто не подумает, что ты наемный убийца, если ты будешь носить такую рубашку. Так, ладно. Все. Мы чисты абсолютно точно перед законом. Теперь мы можем спокойненько доехать до, ну, миссии, которая называется столичным. И посмотреть, что нам там предложат, какое жесточайшее поручение они нам дадут, за которое они нам целых 50 долларов вручат. Молодец! Ты завалил целую ирландскую семью, которая терроризировала весь район. Плюс ты положил еще полсотни полицейских, которые тоже нам очень мешали. Спасибо тебе большое разгромил этот бар, который приносил вам вручную прибыль, нам тем самым убытки большие. Получи скидку 5% в нашем баре и 50 долларов сверху, чтобы добраться в нашу бару. Конечно. Ой, ладно. Забавно, конечно, но... вот она еще и поворачивает. Конечно, очень машина тяжелая. Вот, в догоняшке за стритрейсер с этими машинами естественно на ней не поездишь. Не подгоняешь. Так. С поличным. Вы знали, что ирландец планирует ограбление склада, сорвить его планы, уничтожить грузовики. Тогда поганцам не на чем будет скрыться и их накроет с поличным. Не дайте им довести дело до конца и пополнить карман броди. Уничтожить все отмеченные грузовики. Ну, мы уже профи в этом. Мы уже сколько грузовиков с вами уничтожили. тем более они находятся рядом. Естественно там будет охрана возможно большая тяжело вооруженная агрессивная естественно им будет помогать полицейские как же без этого они постоянно тут крутятся они не могут успокоиться. ладно я парканусь где-нибудь вот здесь а сам полезу вернее открою закрою тут уж полицейский ходит опасно перед ним что-то делать перелезай джимми пускай вселится тебя в джеки чан перелезай давай не хочет ладно видимо ему просто там тупо не пройти ладно найдем другой путь стоп у вас где они там прячутся все я понял они внизу каким образом мне нужно их уничтожить не совсем понятно но мне понятно как уничтожить переланцы спокойной ночи супер приятным неплохо ну конечно полиция ну конечно полиция куда же без них то какая заварушка обходится без них никакая скучно так так ладно как их уничтожать понят 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 в топливный бак стреляешь и будьте счастье джимин ой ты споткнулся больно наверное ближе отдохни куда ты лезешь смерти в лицо дышишь отправляйтесь в безопасную зону хорошо такое легенькое поручение по уничтожению грузовиков уничтожению ирландцев которые охраняют свои грузовики вот естественно по уничтожению полицейских которые тут как тут естественно хранят ирландцев и бомбистов они всех охраняют кроме нас как будто они знают что мы опасные убийцы и то что нужно за нами следить по всему городу а я успел рейтинг A 90 долларов естественно ну как же они могут дать нам больше 90 долларов так ладно что у нас там дальше угон джефферсон провин провин ну ладно допустим ну нам как обычно нужно сменить костюмчик все деньги которые нам идут как премиальные уходят на новую одежду чтобы полицейские нас не опознали ладно не беда если брать одни рубашки то мы в плюсе неком останемся а с учетом того что за угон нам дают хорошие реально деньги очень хорошие то мы потом уже ближе к концу сможем себе купить велосипед какой нибудь BMX вот и еще на холодильник останется всем вас там отбой тревоги нужно же как то пенсию достойно встретить описание рост путавший среднее сложение какое маневренное зря вы так стали очень хотелось это сделать я понимаю что конечно раздолбал свою машину еще и свое здоровье подпортил быстрее 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 я успею я успел я успел это сделать все отлично полицейские отвяли едем за новым заданием полгону полгону какого-то очередного драндулета мы как раз рядом да патрульных стало очень много видимо все-таки правду писали какого черта с ума сойти машина в розыске машина у нас в розыске замечательно автомастерская благо она близко иного что я не умею водить вписываться в элементарнейший поворот ладно ничего страшного сейчас мы ее починим будет у нас как новенькая машина ну куда еще деньги девать правильно больше некуда так что сейчас мы сменим номера починим тачку ну что очкарик тебе наверняка не часто и клиент заезжает правильно так сменить номера новые номера для тебя не вопрос так на какой бы сменить номер 0 07 0 0 0 07 о нормально купить номера специальная краска покрасить машину нужно починить так а я что ее против что ли починить машину 203 доллара сумасшествие сменить колеса просмотр магазина какие тут мне там колеса можешь предложить специальная краска выбирай дизайн о о прикольно так купить сменить колеса ищешь новые колеса выбирай ты отлично купить специальная краска перекраска увеличение мощности двигателя куда нам еще его увеличивать ладно установку машина отрегулирована что же друзья мы с вами очень много денег потратили но зато эта машина действительно классная и мы ее будем беречь так чинить машину сменить колеса это мы сделали сменить номера специальная краска перекраска в любой покрасить так пакет светло-коричневый индиановая ночь лазурно-голубой нет это точно не наш выбор ладно индиановая ночь пускай будет она вот все мы выходим в любое время вот такая у нас теперь крутая прокачанная тюнингованная тачка вообще просто бомба просто то что надо так теперь полицейские явно не поймут кто здесь главный злодей в городе так ладно угон Джефферсона проедем быстренько выполним это задание так и потом посмотрим какое нам дадут другое задание главное машину не поцарапать потому что ну сами понимаете она дорогущая столько тысяч долларов мы у него вложили не зря мы угоняли угоняли еще раз угоняли потому что за убийство нам не платят вообще тихо не в столб отлично так угон Джефферсон провинциал опять очередное говнецо черт подери надоело когда меня не принимают всерьез все займусь как следует рынком премиум класса пригони мне Джефферсон провинциал хорошо хорошо Джефферсон провинциал хочешь плати хорошие деньги и будь тебе и Джефферсон провинциал и комбайн и что угодно так благо все машины которые нам нужно угнать какой-то сил возле непосредственно заданий мы можем взять так вот припаркуемся где-нибудь вот здесь и где Джефферсон провинциал ага там еще охранник ну думаю охранником быстро так так вас двое е а вздумья будет потяжелее хорошо 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 я все понял понял не дурак они вооружены нет ну так не честно на самом деле е-мое я думал что они будут как мужики сражаться на кулаках они достали свои пуколки и даже не смогли меня примить настолько криворукий ужас ладно ничего страшного времени у нас еще есть сейчас мы розыск выкинем из голов пустых полицейских все мы чисты и бежим обратно мстить этим негодяям которые хотели нас лишить жизни лишить нас прибыли так так полиция полиция по мне стреляют охранника арестовали вообще класс о полиция полиция там еще один он хочет меня убить я не понимаю что такое я ничего плохого не делал отлично первый раз вижу что полиция за меня вступалась спасибо начальники вы сделали большое дело вы спасли мне жизнь хотя до этого 10 минут назад они хотели меня лишить ладно ладно вот такое оригинальнейшее прохождение этой миссии просто вообще бомба я надеюсь что вам нравится мое прохождение так ну-ка сколько тут язычков а всего три язычка подумаешь видали и больше взламываем вот без палива надо проводки тук-тук-тук все доставить может на гараж деформируем немножко забор чуть-чуть так с элегант доход нам нужно его довезти ну довольно-таки далеко времени нас не так много ну зато по крайней мере мы его провели с пользой забавно так мы можем машину привезти убитую интересно нам за это срежет гонора я не хочу проверять деньги нам нужны возможно еще тюнинг откроется может нам какую-нибудь квартиру предложат в хорошем районе а не в захолустом криминальном районе где я тебя готовлю убить просто за то что ты на них просто посмотрел так ну тут значит это автострада можно гнать так ну нормально он у меня врезался надеюсь он по крайней мере извинился хотя бы в мыслях так так ой 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 чуть не врезался ну согласитесь я по крайней мере уже стал лучше водить это уже прогресс раньше я собирал все столбы встречался со всем трафиком лбом а порой не только лбом так что там было заправиться нет спасибо бензина нам еще хватит так ой ой время мало время мало очень 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 мало времени у нас мы должны успеть прогулочным таким монотонным шажком идем не спеша смотря на пейзажи 4000 долларов просто как с куста так свидетель обвинения ну что выполним сейчас мы с вами последнее поручение на эту часть надеюсь она будет ярким вспоминающимся вот следующая часть мы будем проверять что за задание такое подкачки и что за машина такое потомок индиан индийский потомок я правильно перевел правильно как прощайтесь так фуру фуру погни сейчас мы на скорость ее гоним вот так отлично ну на красный свет я не буду останавливаться я же не настолько закон послушать гараж дыри так там еду пока эти тормоза будут там стоять решать кто должен проехать полицейский или ты ой ой наполз мне надо туда езжать красный свет ничего страшного для нас он всегда зеленый благо полицейские нас не штрафуют не арестовывают за то что мы едем на красный свет ну ка это мы уже выполняли сейчас мы выполним с вами миссию которая почему-то находится в парке и два перекрестных оружия нам нужно кого-то убить в газетах пишут что брат большого села малыш оказался под судом за торговлю наркотиками было бы прикольно смотреть как глистенок тонет но вы-то знаете эту гадкую парочку единственный свидетель нет такой защиты спасить его от киллеров чтобы было кому дать показания защищать свидетеля от киллеров киллер будет защищать свидетеля от киллеров прикольно так у меня времени надо было конечно на машине заехать но люди бы меня неправильно поняли хотя какую недолюди в этой игре до них мне нет дела так что едем вперед на нашей классненькой машин килласс сериас 72 голливуд не пачкать машину своей кровью а с этой стороны мужик свали даже не думай дышать на нее я сам это боюсь делать после того сколько я денег в нее вложил как же ты классно паркуешься хотя возможно это не может так вот так по-царски припарковались убейте двух гангстеров сейчас найдем их сначала он что на крыше что хреновый из вас гангстер яблочко ну ладно что ж защитим откуда какого черного спокойной ночи да не оставлю я его без свидетеля ой вернее не оставлю его без охраны мне жизнь своя тоже дорога поэтому поэтому я стараюсь ха-ха в плечо его убил какой я метки это видим просто усталость надо отдохнуть ну ладно сейчас мы выполним задание и я пойду мп-40 между тем в дело вступил шмайсер немецкий как как у вас много да ну вылупляйтесь из яиц недомерки не до мерки не так что-то чересчур много охренеть откуда он меня убил они еще и так обижали что ли но чересчур как-то много это просто кошмар и это просто кошмар ладно все заново черт возьми ну 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 не должно было так быть ну прете вы с одного направления прийти дальше зачем вам оббегать то еще больше усложнять мне процесс лан сейчас займем еще более универсальную позицию и будем уже там царить ну свалить ты что неужели не видишь на тебе машина едет что же такие глупые совсем жизнь свою свою жизнь не ценю только попробуй до нее докоснуться так ладно неплохо неплохо подъем не оставлю я его без охраны не оставлю ахахах да что такое цель потеряна зашибись ой 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 полицейские вот как вы постоянно вовремя то вот постоянно готовы мне насрать смотри ладно последняя попытка она должна быть удачной я попробую кое-что сделать хотя если не гангстер да вообще если даже полицейские могут перескочить через забор что помешает гангстерам перескочить так что если машину поставить у входа все равно они могут их обойти ща все будет оружия у нас много тяжелого ПП конечно же не полное ну ладно это нам не помешает я думаю что грамотно выполнить поставленную перед нами задачу за 20 долларов ой 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 ну как же так то а надеюсь сейчас не получится мне выполнить это задание потому что я не хочу чтобы машина оставалась в таком состоянии просто сердце крови вливается руки и а и Мотивейшн зашкаливает. Да что ж ты будешь делать? Понятно все. Если я умудряюсь с помпого ружья впритык промахиваться, то явно мне нужно отдохнуть. Эй, уродов, вы где? Так, тут они обойти не могут. Стало быть, если попрут, то только сюда. Так, в ружье патронов стало не очень много, но на 8 тушек, 16 точно хватит. Если, опять же, грамотно буду стрелять, то, пожалуй, что хватит на все 24. Уже на 24 не хватит, ладно. Да что ж ты будешь делать-то? Стоит на месте спокойно. Так, ну. Да, понятно. Навыки стрельбы, конечно же, овер 9 тысяч. Он жив что ли еще? Как можно после такого выжить? Невероятно. Ну? Эх, придется запустить в дело Томпсон. У полицейских он у всех такой есть. Склея власты. Через стекло. Отлично, самое то. Где там вы еще? Напряжение усиливается. Они могут со всех сторон пойти. Блин, капец. Так, ну что, попытка, наверное, уже 12-й будет сейчас на моем счету. Я поставлю машину здесь. Но, по крайней мере, хоть как-то, может быть, меня обезопасит от того, что они будут меня оббегать. Кроме, будет у меня какое-то время для того, чтобы ответный маневр готовить. На тебя. Адьос, амигос. Сказал Джимми. Так, нет, нужно что-то посерьезнее. Потому что, если ты не подготовлен серьезно, то тебя распотрошат. Так, пока вроде нормально. А, вон они еще откуда бегут. Понятно. А я-то думал, они через забор перелезают. А они хитрее оказались. Они просто тупо открывают калитку и проходят. Так что, нужно осматриваться назад. Спокойной ночи. Ладно, сейчас я думаю, что мы затащим. Так, патронов меж тем мало, но у меня остался еще армейский Томпсон, который себя очень хорошо проявил. И в городе, и в Великой Отечественной войне. Неплохо. Я тоже считаю, что это неплохо. Так, сколько только врагов тут еще осталось, я не знаю. Откуда ты там взялся-то, непонятно. Просто материзовался, что ли? Просто тупо из воздуха. Отправите в безопасный зону? Отлично, замечательно. Что же, друзья, мы с вами затащили эту миссию. И причем с первой попытки я сделал перерывчик небольшой. И вуаля, пожалуйста, мы с вами все сделали как надо. Так, полицейский хочет меня арестовать. Видимо, за ношение оружия он не видел, что я перебил тут 15, даже 17 гангстеров. Так, ты что, будешь перелезать? Нет? Ну ладно. Ты поцарап... Ох ты. Каким образом он открыл ворота и просто спихнул мою машину в здание? Кошмар какой-то. Ладно. Придется мне перед следующей частью отвезти машину в сервис. Починить ее. Подлатать, так сказать. Вот, и уже опять на новенькой, классной машинке в новую часть. Так, ну что, друзья, вот такая вот вышла интересная и захватывающая часть. Конечно же, не все миссии были мной пройдены безупречно. Я на многих очень долго сидел, но я думаю, что от этого смотреть было не менее интересно, даже, быть может, наоборот. Так, ну что же, рейтинг C. Не такой уж и плохой рейтинг, между прочим. Все у нас с вами замечательно, только вот денег очень мало. Ну ладно. Мерзкий полицейский, нужно было тебя пристрелить. Ну ладно, это было чревато тем, что там патруль бы стал нас преследовать, в нас бы стреляли, машину бы еще было в более худшем состоянии, чем сейчас. Поэтому вот так. Ну что, спасибо за внимание, дорогие друзья. До скорбьного встречи на просторах игры Мафии 2. Месть с Джимми не заставить себя ждать. Если вам интересно, ставьте лайки. Это меня очень сильно мотивирует на записи новых частей. Всем спасибо, до скорых новых ярчайших встреч. Да, вот если бы меня тут не спихнул, я бы просто развернулся и элементарнейшим образом за угол заехал и все. Ну вот так. Спасибо, до скорых встреч.